Здравствуйте, дорогие друзья. Недельная глава Хареймот. Это новая недельная глава, это новая духовность, это переход буквально вот в шаге от Египта. Выход из Египта был не просто физическим изменением географического положения человека. Переход от вот этого рабского менталитета, к психологии свободного человека, это и есть такое воплощение святости. Это было настоящее путешествие. И каждый нас осуществляет это вот из нас путешествие длиной в жизнь. Мы выходим из рабства на свободу, пытаясь формировать в себе другого человека. И мы должны, смысл был в том, что мы не столько должны быть порабощены своими эмоциями, желаниями и каким-то бессознательным привычным поведением. Это та сторона, которая на нас действует, но не должна быть рабством. С другой стороны, мы не должны быть оторваны от своих чувств и жить в мире, где управляется только головой. Должно быть сочетание эмоций и мозга. Из последней главы Торы мы узнали именно это. Мы узнали связь между разумом, душой и телом. О том, что злословие может выйти в физическую болезнь. Хотя оказалось, что язык, а тут физическое. А вот в этой главе нам нужно понять, как эмоции управляют мыслями. И как мысли управляют эмоциями. Нельзя быть рабом ни одного, ни другого. Нужно их объединять. Человек всегда переживает, одна и та же эмоция, он переживает за себя и за других. Но когда за себя у него сердце разрывается, когда за других немножко переживал и так далее. Что я имею в виду? Я сейчас расскажу очень короткую историю, которую знают хасиды. Был такой хасид Ребе Магараша, и звали его Реблейб. И был он очень богатый, в Витебске он жил. У него был преуспевающий бизнес, который там, как дома, недвижимость. Сам он жил на широкую ногу, раздавал дзаку, был хорошим очень евреем. В этом городе жил еще один очень богатый человек, раб Шмуэль. Итак, у нас есть Реблейб и Реб Шмуэль. Он также хорошо разбивался в Талмуде, был хорошим поставщиком стройматериалов. Однако в 1880 году, о котором идет речь, у него расстроились дела. Он попал в ловушку мошенников, потерял богатство, оказался весь в долгах. А Реблейб побывал у Ребе Магараша. Он рассказывает Ребе о делах, на благословении, а потом в конце вздохнул и говорит, мой знакомый, Хасид Реб Шмуэль, находится сейчас в затруднительном положении. Ему требуется Божья милость. Но сразу добавляет, хотя сказано, что праведен Господь во всех путях его. Если он так уже сделал, то, наверное, надо было, чтобы такое было. Но все равно очень жалко. Ребе Магараш услышал последние слова Реблейба. Не отреагировал, закрыл глаза, молчал и все. Через несколько недель на складах Реблейба случился пожар. Огонь уничтожил его дом, привыкающие магазины, товаров на 20 тысяч рублей. Общий учебник был 50 тысяч рублей. Это по тем временам невероятные деньги. Сам он, не свое несчастье, побежал к Любавиче, приехал к Ребе, упал на пол. Ребе в ужасе плачет, говорит, что делать, что делать. В это время Ребе так пристально наблюдает за ним. И когда Реблейб закончил, Ребе ему говорит, когда ты сказал, что у твоего друга раб Шмойлен, который потерял все имущество, такая беда, ты сказал слова, что небесный приговор такой высокий. А когда дело дошло до тебя, до твоего магазина, ты катаешься по полу и шум во весь мир. А между прочим, у тебя еще остались два здания и некоторые векселя. Выясняется, что ближний и я, это две разные вещи. Слова Ребе, они просто шокировали Леба. Он вышел из кабинета, ни слова не сказал, сел и долго-долго просидел в углу, углубившись в себя и задумавшись о словах Ребе. Два дня хотел сам не свой, потом зашел к Ребе. Ребе светилось с лицом, он такого принял, посмотрел на него ласковым взглядом и говорит. Нараспев ему так отвечает. Баал Шемтов учил, что каждый, кто говорит что-то о другом, хорошее или плохое, говорит о себе. Оправдывая наказание другого, он доводит наказание на себя. А если он участвует в горе друга и старается ему помочь, то притягивает к себе добро и изобилие. Езжай домой, возьми три тысячи рублей, которые у тебя остались, и отдай их Ребшмойлю в долг, чтобы он мог купить товар и сплавить его на плотах и возвратить дело. Деньги отдай от всего сердца, с чувством благодарности Всевышнему за то, что он удостоил тебя сделать добро. Сразу после этого едь в Москву, купи новый товар для своего магазина, Бог возместит тебе ущерб вдвойне. Вернувшись в Витебск, Реблейб взял деньги, поспешил другу, целая история там, да, я не буду долго рассказывать, тот не хотел, потом и так далее. Кончилось тем, что получил три тысячи его друг, они поставили товары, они оба невероятно разбогатели, вернули свои деньги. И в чем суть этого рассказа? То, что Рабин показал своему прихожанину очень важную вещь. Когда речь идет о себе, у нас развивается сердце от малейшей потери. Когда сердце, дело идет о других, мы как бы через какой-то призм холодности. Да, тоже обидно, но не так. А на небе совсем другое, на небе иначе. Вы знаете, мы с вами должны сегодня такую понять вещь, человек состоит из физических параметров своего тела, но еще и души. Вот когда люди болеют, иногда кажется им горькое, сладким. Когда больная душа, происходит то же самое. Человек иногда видит абсолютно жизнь, но видит ее иначе, искаженную, видит все или злое, или какое-то искаженное. Вот это вот надо исправлять себе. Мы идем к выходу из Египта. Это уникальная неделя, целую неделю мы с вами очищаемся перед вот этим вот выходом из Египта. Каждый человек выходит из Египта, каждый на земле. У него внутри есть фараон, у него есть Египет, он должен с него выйти. Повторяю еще раз, больным иногда кажется горькое, сладким. Давайте проследим за своей душой. Брахава от злаха, хорошей недели.